17 сентября 1952 года в лаборатории экспериментальной физики в Католическом университете Милана произошло нечто удивительное. Два специалиста пытались удалить обертоны в записи григорианских песнопений. Магнитная нить, которую использовали до магнитной пленки, часто обрывалась. Каждый раз, когда это случалось, один из специалистов восклицал «О, папа, помоги мне!» И вот, прослушивая исправленную после обрыва запись, он услышал не григорианское песнопение, а голос давно умершего отца. «Конечно, я помогу тебе, я же всегда с тобой!» Ошеломленные специалисты внимательно проверили запись после следующего песнопения и снова услышали голос отца. «Глупыш, неужели не видишь, что это я?» Так, к давним услугам медиумов «Колдуновы ведьм» добавились уже современные способы общения с покойниками, названные транскоммуникацией. Как оказалось, технический прогресс не стоит на месте даже в мире мертвых. Желание общаться с тем миром существует столько, сколько и человечество, начиная от древнеегипетской книги мертвых и заканчивая современными описаниями опытов клинической смерти, а также контактов с потусторонним миром с помощью аудиосообщений, телефонных звонков, электронных писем. «Почему мы так хотим, чтобы смерть не была смертью? Откуда мы знаем, что эти послания именно с того света? И почему Библия запрещает всякие контакты с потусторонним миром?» Жизнь – самое драгоценное, что мы имеем. Если происходит какая-либо катастрофа или несчастный случай, медицина использует все средства, все способы, чтобы спасти человека. Но, к сожалению, ежесуточно на нашей планете хоронят около 200 тысяч человек. Страшно подумать, что нынешняя прекрасная человеческая семья, состоящая из 7 миллиардов человек, в течение неполных 100 лет уйдет в Землю. Большинство предпочитает не говорить об этом и отгоняет от себя всякую мысль о смерти. Ученые говорят, каждый здравомыслящий человек не может согласиться с мыслью, чтобы смерть была увековечена. Но эта проблема не сможет быть разрешена до тех пор, пока не будет установлена точная причина и время появления смерти. Итак, нам нужно выяснить. Первое. Время, когда человек начал умирать. Второе. Какая причина смерти? Время и причину возникновения смерти точно определяет Библия. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Библия говорит, что один человек виновен в появлении смерти. Кто он, этот человек, благодаря которому начали умирать люди? Наверное, вы помните из предыдущих лекций, что сказал Бог человеку, когда сотворил его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В третьей главе книги Бытия описывается трагическая история грехопадения человека. Сатана усмеял Бога, как фанатика своих повелений, и заверял Еву, что смерти еще никто не видел. Бог вечен, и вы вечны. Бог говорит, смертью умрешь. Сатана говорит, нет, не умрете. Это была первая ложь о смерти, отмеченная в Библии. Ева поверила дьяволу и укусила плод от дерева познания добра и зла. С того дня люди начали стареть и умирать. Смерть возникла в результате разделения человека с Богом. И тогда Бог сказал Адаму, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот ключ к пониманию того, когда и как возникла смерть. Ева первая ощутила боль утраты, когда потеряла своего любимого сына Авеля. Смерть сына наполнила сердце матери страданием. Она видела результаты своего непослушания в бездыханном теле Авеля. Вместе с Адамом Ева поняла, что смерть – это прекращение жизни, прекращение движения, дыхания, прекращение любви и ненависти, прекращение существования. Боль утраты мучительна, и нам хочется жить, хочется верить, что есть какой-то выход, что наши родные и мы не исчезнем навсегда. В нас живет постоянное истремление узнать правду о смерти. Мы знаем, что происходит с физическим телом – оно возвращается в землю. Но что происходит с личностью, которая жила в нем? Люди задают о смерти очень много вопросов, но на многие из них не получают ответов. Библия дает абсолютно ясные ответы на существующие вопросы о смерти. Для того, чтобы понять, что происходит с человеком после наступления смерти, необходимо прочитать описание о том, как появилась жизнь. Давайте посмотрим, как Бог творил Адама. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог взял элементы земли – глину, фосфор, золото, кальций, натрий и другие элементы – и сотворил тело. Когда он закончил образовывать человека, перед ним лежало лишь холодное бездыханное тело. Чтобы оживить его, требовалось еще кое-что. Библия говорит, что Бог вдохнул в ноздри Адама дыхание жизни. И что произошло? Человек стал живой душой. В результате соединения тела и дыхания появилась живая душа, то есть человек. Мы могли бы составить такое уравнение – тело плюс дыхание равно душа живая. Появился человек. Теперь он мог ходить, мог говорить, мог смеяться, мог думать, принимать решения, делать выбор. После грехопадения пошел обратный процесс. Бог ясно и определенно сказал, что произойдет с организмом человека с момента наступления смерти. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вы заметили, что здесь написано? Что возвращается в землю? Прах. Что возвращается к Богу? Дух или дыхание? А где же душа? Друзья мои, душа – это соединение двух элементов – тело и дыхание. Когда при рождении Бог дает нам дыхание, мы становимся живой душой. Вы и я – мы являемся живой душой. Бог называет живой душой только живых людей. И вот при смерти происходит обратный процесс. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. В этом тексте представлена та же формула, только в обратном направлении. Живой человек минус дыхание равно мертвое тело. Бог пояснил Адаму – тебя не будет. Ты взят из земли и в землю возвратишься. Знают ли что-то умершие? Библия отвечает – живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Бог говорит, что мертвые ничего не знают. Сатана говорит, что все знают. А что думаете вы? Могут ли они работать, мечтать, планировать? Соломон отвечает – все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что у могилы, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Что происходит с мышлением человека? В тот день исчезают все помышления его. Все исчезает. Умерший ничего не знает. Ничего. Абсолютно. Он не может думать, он не может мечтать, он не может принимать решения. Его время прошло. Может быть, они в раю прославляют Бога? Книга Псалтырь отвечает – «Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу». Пророк Исаия добавляет – «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне». Мертвые не прославляют Бога на небесах, в раю. Тогда где же они, спросите вы? Иисус Христос ясно ответил на этот вопрос. «Все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия». Где находятся умершие? В гробах, в могилах. Одна из самых утешительных истин Слова Божьего состоит в том, что когда человек умирает, он мирно покоится вдали от жизненных тревог и переживаний. Сам Иисус называл смерть сном. Он использовал слово «сон» для описания смерти своего друга Лазаря. Давайте посмотрим, что Иисус говорил о смерти друга своего. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики восказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус сказал прямо, «Лазарь умер». Иисус с учениками отправился в Вифанию, где жила эта семья. И когда они приближались к селению, Марфа, сестра Лазаря, выбежала им навстречу. Встретив Иисуса, она заплакала и сказала, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Она была совершенно права, но у Иисуса были свои намерения. Он сказал, «Воскреснет брат твой». А теперь внимательно послушайте, потому что ответ Марфы – это библейское учение. «Я знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Марфа заверила Иисуса, что рассчитывает увидеть Лазаря, когда воскреснут все праведные при втором пришествии Иисуса Христа. Однако Господь собирался наглядно показать, каким будет это событие. Иисус пояснил, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Затем Иисус подходит ко гробу Лазаря. Там Он встретил плачущих родственников. Христос был близок к человеческим страданиям. Его сердце также пронзило боль утраты, и Он заплакал. Но потом попросил, чтобы камень, которым был закрыт вход, отодвинули. Обеспокоенная этой просьбой, Марфа возразила, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как Он во гробе». Но камень все-таки отвалили, и Иисус воскликнул громким голосом, «Лазарь, выходи!» И вдруг, после слова Иисуса, из темной пещеры вышел Лазарь, обвитый по иудейской традиции погребальными пеленами. С приходом Иисуса смертный сон Лазаря был нарушен. О, что это был за день для всех друзей из Вифании! Какое ликование! Какая радость! У друзей Лазаря произошло особое событие. Они снова встретились со своим близким человеком. Но это был лишь проблеск той славной встречи, когда Иисус вернется, и все могилы Его последователей, принявших Его как своего Спасителя, раскроются, и они выйдут из них и вознесутся навстречу Христу. Вот какой весть и утешение делился апостол Павел со своими современниками. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды!» Павел рассказывает о том, что сделает Иисус, когда придет во второй раз. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное – «Поглощена смерть победою». А вот слова самого Иисуса. Он сказал, что воскрешены будут все умершие. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божья, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Задумайтесь на мгновение. Если бы люди сразу после смерти попадали на небо или в ад, то зачем нужно было бы тогда воскресение праведных и неправедных? Зачем тогда Иисусу делать следующее утверждение – «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Друзья, это библейская правда о смерти. Это так просто. Когда люди умирают, они погружаются в сон и покоятся от своих трудов и забот до пришествия Иисуса на землю. Библия не говорит нам, что после смерти человек отправляется в рай или в ад. Мертвые покоятся в могилах. Можно ли найти более утешительные слова? Какая благословенная надежда! Все спасенные будут наделены бессмертным телом, как у Иисуса, получат вечную жизнь и будут с Господом всегда. Иисус заплатил высокую цену ради того, чтобы вы могли встретиться с близкими и родными, кто так дорог вашему сердцу, и жить с Господом в небесах. Он вернется, чтобы открыть могилы и вывести оттуда своих верных детей. Величайший дар, который Бог мог дать человеку – это вечная жизнь. Жизнь без греха, без предательства, без войны и болезней. Это бесценный дар, обещан каждому, кто примет Христа как своего Спасителя и Господа. Вы можете получить вечную жизнь. Посвятите себя Иисусу, и Он исполнит ваше желание жить вечно. Здравствуйте! Меня зовут Кирилл Андреев. Я приветствую вас на телеканале «Надия» в прямом эфире. Вы смотрите продолжение программы «Удивительные факты». Только что мы с вами просмотрели видеосюжет по теме «Действительно ли мертвые мертвы?». Мы услышали множество библейских текстов, которые говорят о том, что да, смерть – это сон, в котором не существует сознание. Могут ли эти утверждения претендовать на то, чтобы быть абсолютной правдой? Об этом мы поговорим с нашими экспертами Владимиром Боровым и Валерием Рябым. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы также приветствуем наших зрителей в студии и ждем от вас интересных вопросов и комментариев по данной теме. Мы также оповещаем вас, уважаемые телезрители, что у вас есть возможность присоединиться к нам с помощью нашего контакт-центра и присылать свои вопросы и комментарии также. Мы также рекомендуем вам наши пособия «Удивительные факты», которые помогут вам более детально разобраться в каждой теме. Итак, уважаемые эксперты, первый вопрос мне хотелось бы задать вам, Валерий. Насколько известной была в иудейской традиции вот такая интерпретация Писания и такое учение о душе? Следует сказать, что в иудейской теологии и философской мысли существовало разношерстное понимание, как и в современном учении христианства. То есть некоторые теологические школы придерживались библейской интерпретации, другие же абсолютно диаметрально противоположные. Ну, например, саддукеи, они верили, что душа умирает вместе с телом. Фарисеи же, напротив, верили в бессмертие души. Одно из направлений каббалистики представляло вообще идею реинкарнации. Поэтому мы видим, очень разноплановое было учение в иудейской традиции. Но вместе с тем, вот посмотрите, мы уже цитировали этот текст Священного Писания, вот когда умер Лазарь, Марфа, как приверженка юдейской традиции богословской, она верит, верит, что Лазарь воскреснет в последний день. То есть она не придерживается точки зрения фарисеев, что якобы бессмертная душа. То есть была какая-то третья точка зрения, о которой знали только люди и школы не было? Или откуда эта точка зрения о том, что воскреснет в последний день? Ведь фарисеи верили иначе. Да, но я говорю, что было также другое крыло в теологии. И ортодоксальное, классическое юдейство, оно придерживалось библейской интерпретации. И поэтому Марфа как раз и говорит, она выражает свою веру в такую идею, что он воскреснет в последний день. Можно просто добавить о том, что, по сути, на протяжении всей ветхозаветной истории было именно такое учение или такая вера в состояние мертвых и воскресение мертвых. Буквально изменение происходит уже со времен греческой оккупации. Когда появляется иное влияние, греческая философия как раз и привносит вот эту... То есть до оккупации было, в принципе, понятно, и все так думали. А с этого периода начинается изменение. Да, мы видим, что практически все книги Ветхого Завета, которые говорят нам о состоянии мертвых, они подтверждают и Иов, и Псалтырь, и Экклезиаст. И они именно говорят именно об этой позиции, что человек засыпает, вот, а потом он проснется для того, чтобы увидеть явление Господа своего. То есть, а Христос четко дал понятие, как бы вернул это учение правильной интерпретацией? Вернул, да, вернул, да. Чтобы отделить, отсеять то, что пришло через греческую мысль. Да, эта идея уходит корнями. Мне, вот, для многих, наверное, телезрителей знакома такая философская концепция, как дуализм. Это платоновская философия, дуализм, то есть разделение души и тела. Вот. И вот это греческое понимание души, оно синкретизировалось, как бы, или же... Я понимаю, мы имеем вопрос с контакт-центра. Дыхание жизни дается при рождении или при зачатии? При зачатии плод становится душой. Дыхание жизни. Но когда ребенок рождается, еще в утробе он еще не дышит. Вот он дышит через мать. Мы здесь говорим о том, что человек является целостным существом и душой он становится тогда, когда он уже появилось зачатие в нем, когда он уже стал личностью, стал существом живым. Поэтому, например, Библия категорически так относится к абортам, да, потому что мы говорим, что уже внутри женщины уже есть жизнь. А жизнь... А жизнь это душа оживая. Это уже душа оживая, да. Спасибо. Мы ведь сотворены по образу Божьему. То есть Бог есть три единой сущности. Дух, душа и тело. Притом... Бог? Мы имеем дух, душу и тело. Бог имеет Отец, Сын и Дух Святой. То есть мы как бы... Мы по подобию сотворены. То есть... И притом, ну, в Библии часто можно ведь увидеть вот эти три единую сущность человека также по отдельности. К примеру, апостол Павел, который говорит, что я не знаю, когда был восхищен до третьего неба, я не знаю, в теле ли или вне тела. Я думаю, эти понятия не следует смешивать вместе. Почему? Потому что, смотрите, когда мы говорим о Боге, как Бог-Отец, Бог-Дух Святой и Иисус Христос, это разные личности. Это не одно тело с тремя головами. Это языческое представление Божества. Библейское же учение о Боге – это три раздельные личности. Но едины они в трех таких направлениях – в характере, в намерениях и целях. Но человек является одной личностью, состоящей из вот таких трех как бы субстанций. тело – это понятно, да? То есть тело – это как бы мешочек, в котором находится таблица Менгелеева. Душа – это имеет в виду мир наших чувств, и дух, как высшая субстанция – это человеческое естество, включающее разум, совесть, волю. А что может еще значить душа в библейском контексте, кроме как только жизнь, эмоции? Что-то еще значит душа? Библейский текст нам показывает, что душа в большинстве текстов используется как для того, чтобы передать «живой человек». То есть целостную личность. Целостную личность, да. И жизнь – это два упоминания, вернее, не упоминания, два значения, которые используются в слове, которые на греческом, на еврейском языке. Это жизнь или человек. Поэтому, когда мы смотрим тексты, связанные с душой, мы должны в основном смотреть контекст, но значение будет именно в таком. А вот сказано, что душа – это кровь, или душа, по-моему, тоже где-то в Ветхом Завете, или нет? Душа в крови, как же, душа в крови. То есть, как уже было сказано, что душа следует интерпретировать как жизнь, поэтому жизнь в крови, то есть кровь, несущая жизнь. Вот в каком смысле. Но мы не ответили еще на часть вопроса, вы задали о Павле, вот, что он находился как бы в каком-то особом состоянии, говорит, я не знаю, в теле ли или в духе. Это состояние иступления, это феноменальное явление, в котором находится пророк. То есть, но пророк, пророк не путешествует в иные миры в своем теле. Это особое состояние его ума, где Господь открывает ему определенные панорамы, он видит особое видение, и поэтому Павел находился в этом состоянии. Поэтому он… То есть, а почему он писал в теле или вне тела? То есть, как будто бы, это такое представление, как будто бы он сам не понимал точного учения вот о душе. То есть, как будто бы он не понимал, он говорит, что это едино, как бы, что дух плюс тело равно душа. Такое ощущение складывается, что он думает, что душа как бы отдельно. Здесь вопрос, наверное, не в том, что Павел не понимал учения о состоянии природы человека, потому что Павел, который учился в синагогах, учился у многих великих учителей, вот мы знаем, что он прекрасно понимал учения библейские. Он здесь говорит просто о своем ощущении, потому что он не был изначально призван Богом с юности, например, в пророческое служение, как Еремия, да? Он не имел этого опыта, этих видений, которые получал. Поэтому он описывает то видение, которое он получил, поэтому и описывает то состояние, в котором он был. Он описывает, что ему трудно представить, это было как реальность, это было настолько, видение было настолько реальным, что было сложно отделить вот эту грань, которая пришла. То есть, вне тела это как бы он просто видит сознанием, там окунается, а в теле это как бы он не понимал, или его туда тело, да, восхищенное. Спасибо. У нас есть вопросы с зала, пожалуйста. Многие люди утверждают, что мертвые, как бы муж, брат, сестра ко мне приходили. Что можно на это им ответить? Кто приходил к ним? Спасибо вам за вопрос. Ну, скорее всего, это учение современным языком называется как спиритическое явление. Конечно, Библия дает ответы на эти вопросы, потому что за всеми этими феноменальными явлениями приходит не дух умершего, а Библия ясно говорит, это темные силы или же падшие ангелы, бесы, которые могут принимать вид, Библия говорит, даже вид ангелов, тем более они могут принимать вид умершего. Они могут, как бы, подделывать и голос, и вид, и так дальше. Почему мы говорим, что это не могут быть эти люди, да, потому что Библия говорит о том, что мертвые ничего не знают, у них нет чувства, у них нет пометания памяти о родных или о близких. Они находятся в особом состоянии покоя. Не зря сказано покойник, он упокоился, он находится в состоянии покоя. Он не может в этот момент где-то ходить, о чем-то переживать, часто приходит и говорят о каких-то тревогах, да, мне рассказывали о том, что приходил якобы покойник и говорил, что он там в том миру, ему холодно, передайте пожалуйста как-то свитер мне или еще какие-то теплые вещи, вот, он не может быть в тревоге, потому что он упокоился, вот, если Библия говорит о том, что мертвые ничего не знают, то тогда они не могут приходить. Кто приходит? Библия говорит о духах, о злобных духах поднебесных, которые принимают этот вид для того, чтобы обмануть людей. В этом есть и опасность этого учения о бессмертии души, что она стоит на такой пограничной зоне, где действует лукавый, и лукавый может очень искусно манипулировать этим учением для того, чтобы обмануть людей. То есть это учение является как бы дверью в мир спиритизма. Вот почему. Посмотрите, если бы это действительно были духи умерших людей, то Библия бы не называла это явление особой мерзостью, это было запретом в юдейской практике, посмотрите, как Библия говорит, категорически запрещалось иметь контакты вот с подобными явлениями. Поэтому почему настолько, ну, Господь определенно запрещал эту практику? Потому что Господь не хотел, чтобы его дети имели контакт с духами. Да, с духами, с темными силами. Хорошо. Как так получилось, что вот Христос пришел, установил вот это вот учение, правильное учение, правильную интерпретацию? Как же так получилось потом, что люди после того, как это уже стало известно после Христа, отошли от этого учения? Сейчас практически весь христианский мир говорит иначе. Ну, это произошло намного позже. Мы видим, когда в христианство вошло большое количество язычников, которые были не обращены. Мы видим, что первые столетия христианства, это был действительно тот период, когда люди искренне рассказывали о своих грехах, принимали библейское учение. Но позже потом, когда христианство становится уже религией государственной и быть христианином становится престижным, то многие люди обращаются уже в церковь не по искренности своего сердца, а уже просто из-за какой-то корости. Естественно, в церковь хлынуло большое количество людей, не обращенных и имеющих свои философские взгляды. Поэтому, видим, происходит именно вот это. Происчилось примерно, вот из того, что вы говорите, как на предыдущий вопрос вы отвечали, примерно то же, что произошло с иудеями, когда они подпали под армия грязь. Да, по сути, по сути, произошло. Спасибо. У нас есть вопросы с зала, пожалуйста, вам слово. Зачем вообще смотреть за завесу смерти? Ведь одни понимают так, а другие понимают иначе. Влияет ли это на мое отношение к Богу или на мое спасение вообще? Да, спасибо вам за вопрос. Влияет ли это на спасение? То есть, зачем об этом говорить? Но мы к этому как раз подошли, что мы подходим к очень близкой границе потустороннего мира, который не связан с Богом, не связан с ангелами, но связан с его врагом. Поэтому мы видим, что заблуждение о состоянии мертвых пришло от сатаны. И это было самое первое заблуждение, которое вошло вообще в человечество. В Эдемском саду сатана Еве сказал, что нет, никогда не умрешь. Бог предупредил, что человек будет умирать, умрет, если будет непослушен ему. А дьявол сказал, нет, не будет смерти. Смерть – это иллюзия. Ты будешь дальше существовать и жить. Поэтому опасность в том, что это ведет человека, уводит от Господа. Вводит его определенные иллюзии, определенный обман. Посмотрите, сколько современных фильмов именно наполнено спиритизмом. Состоянием того, что человек… нету страха определенно перед Богом. Человек современный знает, что после смерти его душа, якобы душа, она попадет все равно в какое-то состояние. Человек будет продолжать жить. Он будет находиться в каком-то, может быть, ином пространстве, но он все равно будет жить. И Бог ему в таком состоянии не нужен. Не нужен ему. Зачем ему Бог? Если просто его природа бессмертная, она дальше будет где-то существовать в каком-то своем измерении. У нас есть вопрос из контакт-центра. Благодарю вас за ответ. Как Бог воскресит человека, тело которого превратилось в пыль? Значит, где-то осталась информация о нем. Может, это и есть душа? Есть еще такая версия у нас от зрителя. Многие христиане переживают по этому поводу. И, например, когда вступает вопрос о даже захоронении, то некоторые переживают, что кремация, например, это если кремирует человека, то у Бога будет проблема с воскресением. Потому что прах. Человек станет прахом, и Бог с ним может воскресить. Как Бог вспомнит тогда о нем? Священное Писание нам говорит о том, что есть интересный отрывок в Евангелии, где мы видим, что в Евангелии от Луки, где разбойник, который висел вместе с Иисусом на Христе, когда осознал, с кем он вместе распят, сказал ему, помяни меня, когда придешь в царствие твое. Бог помнит. Разбойник понимал, что он сейчас умрет, что он исчезнет, его не будет, да, он будет похоронен. Но он говорит, вспомни обо мне, когда придешь в царствие твое. Господь знает своих и помнит. Бог настолько всеведущий, все знают, что он знает даже состав наших волос. Ну да, это глупо предполагать, что Господь забудет о том, Да, да, поэтому когда мы переживаем о том, что у Бога нет возможности нас помнить, где должен быть какой-то банк или душа, где-то должна сохранять некую информацию, не душа сохраняет. Видите, опять акцент, в чем опасность? Акцент уходит на душу, а Бог у нас уходит в стороне. Бог все помнит, Он все знает. Поэтому сказано, я не есть Бог мертвых, я Бог живых. Почему живых? Потому что я помню. Все, кто уверовали в меня, они воскреснут. И я их считаю не мертвыми, а живыми. Я их воскрешу для жизни вечной. Спасибо вам. Мы прервемся на несколько минут, на небольшую паузу, после чего мы рассмотрим интересные опыты клинической смерти и очень сложные и противоречивые тексты Священного Писания. Программа «Удивительные факты» — это открытая дверь в мир Библии, истины которой не перестает удивлять и сегодня. Интерактивный формат программы даст вам возможность лично принять в ней участие, задать интересующие вас вопросы, стать участником студии в прямом эфире, получить бесплатное пособие по изучению Библии, познакомиться с удивительными фактами на сайте интерактивной школы BibleFact.info. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте, скайпу или узнайте больше на сайте BibleFact.info. Также ищите нас в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter. Все записи выпусков размещены на сайте программы. Каждодневная жизнь переполнена разнообразными событиями, зачастую стрессами и переживаниями. Возможно, именно в этот момент вы нуждаетесь в молитвенной поддержке и совете. Для вас работает горячая телефонная линия, номер которой вы видите на экране. Мы всегда рады вам помочь. Разные люди, разные жизненные пути. Они учатся и трудятся, смеются и плачут, ошибаются и достигают цели. Но в определенный момент каждый из них знакомится с Богом. Жизнь обретает новый смысл, а мир – новые краски. Смотрите на телеканале Надия программу «Вера, человек, судьба». Вы смотрите программу «Удивительные факты» на телеканале «Надия» в прямом эфире. Наша тема называется так «Действительно ли мертвые мертвы?» В ней мы пытаемся выяснить, что же происходит с нашим сознанием после смерти. Мы напоминаем вам, уважаемые зрители, что вы можете присоединиться к нашей дискуссии через контакт-центр телеканала «Надия». Мы также рекомендуем вам наши уникальные пособия «Удивительные факты», в которых вы сможете найти ответы на многие волнующие вопросы. Сейчас я хотел бы прочесть и начать нашу вторую часть программы после паузы с вопроса и способия. Вопрос о противоречивых текстах и сложных текстах. В Матфея 10.28 говорится «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Разве это не доказывает, что душа умирает? Но посмотрите, в второй половине этого текста сказано о том, что Господь может и душу погубить. Следовательно, душа не бессмертна. То есть говорится не о душе тогда. Да, то есть речь идет не о душе. Если душа бессмертна, тогда противоречие происходит в тексте. Но текст говорит, что «Бойтесь того, который и тело, и душу может погубить». Следовательно, душа умирающая. Тогда о чем идет речь? Мы же с самого начала говорили, что душа имеет еще другое значение, или же интерпретацию как жизнь. Поэтому в данном случае следует интерпретировать этот текст как жизнь, жизнь вечная. То есть бойтесь того, который может и тело, и вечную жизнь забрать у человека. Вот как следует понимать этот текст. Вот еще есть очень интересные тексты Третьей книги Царств, глава 17, стих 22. «И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Или вот, например, Деяние, глава 20, стих 10. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем». То есть разве здесь не говорится о том, что душа может уйти из тела, вылететь из тела? Разве здесь не об этом идет речь? Да, мы уже, наверное, говорили о том, что душа имеет два значения, как человек в своей целостности и как понятие жизни. Поэтому все эти тексты говорят, скорее всего, о том, что жизнь, то есть пока человек не лишился жизни, душа его, то есть жизнь в нем, он может находиться в оборочном состоянии, но он еще не умеет. То есть если просто поменять слово «душа» и «жизнь», то в принципе тогда выстраивается эта картинка. Абсолютно, тогда совершенно ясная интерпретация. Хорошо, спасибо. У нас есть вопрос из зала. Получается, что сегодня все христиане заблуждаются по поводу смерти и насчет того, что происходит с человеком, когда его сердце перестает биться? Получается? Они не то, что заблуждаются, они обмануты. Они обмануты. Дело в том, что, опять же, мы с вами говорили вначале, что Библия очень четко нам говорит о состоянии человека, какое оно есть на самом деле. Что состояние человека, душа — это тело плюс дух, который дает им Господь. И мы видим, что состояние бессмертия появляется намного позже. И Библия нам открывает тайну, что привносит его в человеческое мировоззрение Люцифер, сатана. Это не было от Бога учение, потому что нет того на самом деле, о чем говорит сатана. Поэтому мы видим, что люди сейчас обмануты просто. К большому сожалению. Мы говорили, что именно это учение пришло намного позже в христианскую историю, чем появление самой христианской церкви. Намного позже. Это уже мы видим 4-й, 5-й век, 6-й век, где уже начинают проникать вот эти греческие философские учения. Спасибо вам за ответ. Сейчас мы хотели бы рассмотреть эту часть науки или часть мировоззрения под названием «клиническая смерть». Я исследовал вопрос, Егор задаю, «клинической смерти». Многие пережившие его утверждают, что видели себя сверху вниз. Тоннель, какие-то красивые лужайки, свидетельство очевидцев расходится с вашими лекциями. Прежде всего я хочу сказать, что это не научное исследование. То есть это есть такое понимание или же гипотеза. Это теория, да? Да, это теория. Нельзя назвать до конца, что это была полная смерть. Ведь по-библейски полная смерть, когда человек должен умереть окончательно, и сознание должно перестать существовать. Сознание должно перестать работать. То есть мозг должен умереть. Да, мозг должен умереть. Поэтому здесь сказать о том, что человек действительно пережил ту смерть, о которой мы говорим, в библейске, где всё, человек, мозг перестал работать, и вот потом происходит некое какое-то возвращение, это не будет до конца тот эксперимент в полноте научный. Да, я читал исследования других учёных, которые говорят о том, что человек, который находится в этом состоянии, когда происходит кислородное голодание мозга, его мозг испытывает нехватку кислорода и находится в состоянии галлюцинации. Поэтому это один из видов галлюцинации, которые он видит. Я хочу добавить, что подобное испытывают наркоманы, когда принимают определённый наркотик, или люди, у которых происходит кислородное голодание, происходит вот это состояние человека, когда он видит подобные образы, видит состояние своё со стороны или сбоку. Учёные обуславливают это именно тем кислородным голоданием, которое происходит у него. Но есть такие индианские даже практики, по-моему, и восточные практики, в которых люди могут выходить из тела и пребывать за несколько тысяч километров от своего тела. Это как объяснить? Это метафизическое явление, опять же, до конца необъяснимое, но, скорее всего, это состояние особого иступления, то есть когда человек погружается в гипнотический сеанс. Транс. Да, в транс, гипнотический сеанс. То есть это не значит, что человек на данном этапе может констатировать смерть. Это особое психическое состояние разума. Оно может быть обусловлено, как мы уже говорили, или же кислородным голоданием, или же психоэмоциональным состоянием, или же, например, вот вы знаете, скажем, клиническая смерть. То есть человек находится в оборочном состоянии, то есть он не знает, что с ним происходит, но на самом деле нельзя констатировать смерть. Ну да, потому что мозг живет, мозг умирает после трех минут, насколько мне известно. К моей тете приходил ее умерший муж, звал к себе. Через неделю она умерла. Как вы можете поговорить, что мертвый ничего не знает? Но мы об этом как раз и говорили, что Библия... Для нас, если Библия — это авторитет, то Библия — авторитет. Большая трагедия, что современное христианство, где множество людей, исповедующих Христа, ходящих в церковь, посещающих богослужения, не читают Библии и не верят тому, что написано в Священном Писании, что мертвый ничего не знает. Так говорит Библия, это Божье слово. Поэтому, когда приходит муж или родственник... Но оно же сбывается, вот в чем парадокс. И вот на этом как раз лукавый и берет человека, потому что он верит не тому, что написано в слове, а верит на опыт, который он пережил. Библия говорит, это приходит лукавый, он тебя обманывает. Но человек, не имея живой веры в Божье слово, верит тому, что я увижу. Как раньше было, пока не увижу... Как говорили раньше атеисты, покажите мне Бога, увижу я Богу, не поверю. Здесь происходит именно подмена веры настоящей. Я перестаю доверять тому, что написано в слове, и ориентируясь на то, что происходит. Дьявол это и берет. Через чудеса, через определенные знамения. Бог, как дьявол таким образом, и обманывает человека, и уводит его от Библии, от Господа. Ну хорошо, вот как определить разницу между чудом от Бога и чудом от дьявола? Потому что вы говорите, что и Господь может совершать чудо, сверхъестественное явление, мы в Евангелиях это читаем, и также дьявол может совершать. Как определить, как понять происхождение? Ну, прежде всего, только тот человек, который хочет знать истину, написано так, Христос сказал, «Кто хочет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот узнает о всем учении». То есть, если мы не хотим исполнять воли Божьей, мы не узнаем об этом учении. Это особое отношение с Богом, это молитвенное состояние, это тогда, когда человек полагается на авторитет Слова Божьего во всех этих вопросах, и этот человек будет спасен от таких сверхчеловеческих обманов. Библия говорит, что будет сверхчеловеческий обман. Я просто хочу добавить, Валерий Николаевич, что есть много сейчас людей, которые вроде бы позиционируют себя как христиане, но в то же время они вызывают духов, они исцеляют каким-то особым образом, и многие люди приходят к ним, так называемые бабки, их так называют, шептуни или еще кто-то, там могут стоять кресты, иконы могут стоять, и люди приходят к ним, видят, что вроде бы христианский антураж, и доверяют этим людям. Но мы должны обращаться прежде всего к Священному Писанию. Что Библия говорит? Как эти люди относятся к Божьему закону, к Его заповедям? Действительно ли все заповеди они уважают? Ко всем ли относятся они серьезно к заповедям? Кому они молятся? Каких посредников они в молитве выбирают? Все это должно нам показать, что если в этом хоть где-то человек, который позиционирует, что он является Божьим представителем и желает предоставлять чудеса, если он где-то проявляет неуважение к Библии, к Божьему закону, то Бог не может через него делать тогда чудеса. Да, вот как подтверждение вот этой истины, я хотел бы прочитать из пророка Исаии, восьмая голова, девятнадцатый текст. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших». Видите, в то время так же были. Взбери там к чародеям, к шептунам, к чревовещателям. Тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? То есть Библия называет духовно мертвыми этих людей. И дальше. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет ни света. И, пожалуй, последний вопрос. Я знаю такое извлечение из Библии, что у Бога нет мертвых. Все живы. Что это значит? Ну да. Как этот текст? У нас осталось буквально вторые минуты-две. Это значит, что Бог, считая всех верующих людей... Что касается верующих. Верующих людей, не преданных забвению. То есть у Него все живые. Потому что даже если человек и умер, то Бог называет это сон. То есть он... Для Бога эта смерть не является смертью. Настоящая смерть, Библия говорит, вторая смерть, когда человек уйдет в небытие. Эта смерть для Него не смерть, потому что Он воскресит человека для жизни вечной. То есть это на малое время человек просто отдыхает. И поэтому Господь ожидает того дня, когда Христос сказал, что веруешь ли в то, что Я есть воскресение и жизнь? Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Поэтому все верующие люди, они верят в воскресение мертвых. Благодарю Вас за Ваши интересные ответы. Также благодарю Вас, уважаемые зрители в студии, за то, что Вы задавали вопросы. Очень интересные вопросы. Также благодарим и Вас, уважаемые телезрители, за то, что Вы присоединились к нам у крану своих телевизоров. Надеюсь, что сегодняшняя информация не только прояснит представление о смерти, но в первую очередь поможет изменить отношение к жизни. В следующую среду в 20.00 мы продолжим эту тему. Мы поговорим об Аде и его властелине. И о том, или точнее о том, насколько образ, мистический образ загробного бытия соответствует действительности. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин